27-й километр Симферопольского шоссе. Съезд. Еще буквально на прошлой неделе проезжая часть была отчетливо видна. Сегодня полностью засыпана строительным мусором. По словам очевидцев, машины с ним сюда приезжают почти каждый день. Эти фотографии были сделаны на прошлой неделе. Перемены разительные. Я считаю, что это естественно ненормально. Проезжаю я по этому участку несколько раз в неделю и своими глазами вижу, как эта мусорная куча растет на глазах. Хотелось бы, чтобы приняли какие-то меры и все-таки очистили этот участок от данного мусора. Местная власть о ситуации в курсе. Земля эта находится в частной собственности под дальнейшую застройку многоэтажными домами. Переговоры с владельцем участка ведутся. На прошлой неделе инспекторы Госадомтехнадзора нарушения зафиксировали, а на днях выписали собственнику штраф и вынесли постановление. В отношении собственника земельного участка возбуждено административное дело производства, выдано предписание, установлен срок до 22 июля. Собственник должен будет вывести все эти отходы. На сегодня установлены блоки, прекраждающие возможный завоз нового мусора, новых отходов, с тем, чтобы на данный участок больше не завозили. Однако блоков уже нет. Значит ли это, что суда продолжают свозить мусор, неизвестно. Но объем и площадь загрязнения инспекторы Госадомтехнадзора зафиксировали. Если выяснится, что его стало больше, нарушителей будет ждать дополнительное наказание. Помимо строительного мусора и грунта, суда сбрасывались обломки надгробных плит. Картина ужасающая. Видно, что это не бутафория. Я думаю, что этот мусор мог вывезен быть и из кладбища близлежащего, что складируется в результате работы на кладбище. Те же надгробные памятники, которые заменяют. То есть это, я думаю, ни в коем случае не связано с актом вандализма. Это, скорее всего, люди меняют в плановом порядке свои памятники родным и близким и вносят их в отходы. Дальше вот этот мусор попал на нашу территорию. В случае, если до 22 июля собственник не очистит территорию, его повторно привлекут к ответственности. И в конечном итоге несознательному владельцу участка придется избавиться от мусора. Мы же, в свою очередь, будем следить за ситуацией на Симферобольском шоссе. Юлия Погосяна, Александр Логинов, Ольга Садовская. ВиднетВ.